Начнется с дождливой и прохладной погоды, температура плюс 15-20, а потом атлантический циклон уступит место антициклону. Дожди перестанут идти, появится солнце, температура повысится до плюс 22. В северо-западном районе, благодаря южному ветру, в начале недели без дождей, 22-27 выше нуля. К концу недели, когда с запада приблизится атлантический циклон, увеличится облачность, начнутся дожди, но будет тепло, плюс 23-26. Очень теплые первые дни и в центральном районе, температура плюс 22-26. С четверга сюда начнет поступать более свежий воздух и станет прохладнее на 2-3 градуса, но погода останется солнечной. На Северном Кавказе до середины недели жарко, плюс 28-32, а потом с юга циклон принесет дожди, температура немного понизится, днем 26-29. На Нижней Волге ясно, без осадков, в дневные часы под плюс 30 и выше. Наконец-то успокоится погода на черноморских курортах. В Крыму дожди возможны лишь в конце недели, температура плюс 28-33. Море спокойное, вода теплая, плюс 23-25. На Черноморском побережье Краснодарского края в основном солнечно, 23-28 тепла. На европейских курортах погода тоже будет способствовать комфортному отдыху. Небольшие дожди пройдут лишь местами, при южном ветре будет тепло. В Испании около 35, на Лазурном берегу Франции плюс 32-33. На Канарских островах 25-27 градусов. В Москву осень не торопится. Вся неделя, как считают синоптики гидромицентра, будет солнечной и теплой. Температура от 22 до 26 градусов. Телекомпания Метео ТВ желает вам удачной недели. До свидания. ДИДЖЕЙ ФОНАРЬ ДИДЖЕЙ ФОНАРЬ ДИДЖЕЙ ФОНАР 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 общественное российское телевидение начнет работу в 8 часов. Молодой щитовод получает направление в колхоз, а в колхозе его не очень-то и ждали. Олег Борисов и Евгений Вестник в комедии «Стежки-дорожки». Он подковал блоху. А зачем? Об этом мы тогда не думали. Мультфильм нашего детства «Левша» в 9.05. Очередной розыгрыш «Спорт-Лото» в 9 часов 55 минут. Выпуски новостей в воскресный день выйдут в эфир в 10, 15 и в 23 часа 15 минут. Путешествие по Майами. Секвариум – это место, где от восторга визжат не только дети, но и взрослые. В 10.15 – непутевые заметки. Программа «Пока все дома» плывет по Фонтанке и Неве вместе с Терем-квартетом. Это единственный музыкальный коллектив, догадавшийся сыграть Баха на балалайке. Смотрите и слушайте в 10.30. В 11.10 Юрий Николаев объявит продолжение конкурса юных исполнителей «Утренняя звезда». «Служу России» программа об армии и ее солдатах в 12 часов 10 минут. Шахтеры и под землей помнят о музыке, а уж как поднимутся из-за боя, сразу за гармошку берутся. Играй гармонь, любимая, в Кузбассе. Смотрите в 12.40. «Жеребец» – это звучит гордо. Репортаж из Челябинской области. Куда пропали 50 миллиардов расследования редакции. И уголовное дело бывшего директора. В 13.10 сельский час. Остров Куба. Благословенная земля, чистое небо и прозрачные морские воды до самых глубин. В 13.35 подводная Одиссея команда «Кусто». Куба. Воды судьбы. Веселый разговор на грустную тему. О положении немолодых людей. Фрагменты выступлений Анатолия Попанова, Георгия Витцина, Бориса Владимирова и Вадима Тонкова. Смеха панорамы Евгения Петросяна в 14.25. Программа «Приглашение к музыке» в 15.15 представляет шедевры мировой и русской классики. Очередной фильм из серии «Москва. 20-й век». «Москва фронтовая. Годы войны и Великий праздник Победы». Празднование 800-летия столицы в клубе путешественников в 15.45. В 16.30 мультфильм «Розовая пантера». Звезды мирового хоккея на Кубке «Спартака». Финальный матч.